Полтора года творческим коллективом районного центра культуры и досуга приходилось заниматься на других площадках. В общеобразовательных учреждениях, школе искусств, кинотеатре «Искра». Сказать, что это открытие будет долгожданным, не сказать ничего. Мы чувствовали себя как дома, но вернуться в родные стены, конечно, нам всем очень хочется. Потому что родные стены – это такая поддержка, это такая уверенность вообще в завтрашнем дне. Рабочие наносят последние штрихи. Инженеры готовят звуковое и световое оборудование. Скоро первое после долгого перерыва мероприятие. Мы проведем концерт творческих коллективов. Именно они заслужили право быть первыми на открытии и первыми дать этот концерт. Творческие коллективы, родители этих детей, родственники взрослых, которые ходят в оркестр, в хор. И, безусловно, те, кто приложил руку к тому, чтобы здесь этот дом культуры превратился в шедевр. Само открытие, по сути, будет протокольным мероприятием. С почетными гостями, разрезанием ленточки и торжественными речами. Но лучшее, конечно, впереди. Мы хотим еще через месяц сделать открытие сезонов, где будет еще более масштабное действие, где будет невероятное торжество, где мы покажем, если не все, на что мы способны, то очень многое из того, что мы хотели бы сказать гражданам. Особая атмосфера, которая царила в этом здании, построенном в середине прошлого века, сохранилась полностью. Мало кто знает, но по подобному проекту в Московской области было возведено еще два дома культуры. В одном из них в Пушкине также недавно произвели реконструкцию. Теперь там гипсокартонные стены и навесные потолки. От прежнего убранства не осталось и следа. И совсем другое дело – видновский дом культуры. Над воссозданием обстановки трудился коллектив из 20 опытных реставраторов. Именно из-за того, что участники реконструкции постарались максимально сохранить исторический облик здания, и открытие долгое время откладывалось. Не открывали и были загвоздки у нас касательно итоговой проверки госстроенадзора. Были определенные замечания, которые связаны с реставрацией отдельных элементов и так далее. То есть мы отошли от определенных норм, дабы сохранить всю эту архитектуру. Открытие районного центра культуры «Досуга» даст возможность и вести полноценные занятия кружков и творческих коллективов, и смелее смотреть в будущее. Вернувшись сюда, мы надеемся, что мы не только сохраним, но и им приумножим. Мало того, у нас наполеоновские планы, я не побоюсь этого слова. Мы планируем открывать цирковой кружок. Мы планируем открывать гимнастику, фитнес, бодибалет. У нас у Игоря Андреевича Турукина огромные планы, помимо классических бальных танцев, преподавать и хип-хоп, и сальсу, и бачату. Реконструкция, открытие районного центра культуры «Досуга» – очередная веха в жизни видного. Но, стоит думать, далеко не последняя. Друзья мои, поздравляю вас с этим событием, поздравляю себя, безусловно. Очень рад, что мы это сделали. И думаю, что вместе мы сделаем не только то, что уже сделано за эти годы, Дом культуры или школы искусств, мы еще сделаем главное – мы перейдем к нашей мечте – к кинотеатру. Уже через несколько часов в «Видном» на одну культурную площадку станет больше. Максим Козлов, Алексей Руднев, Елена Кошелева. Видное ТВ.